Добрый вечер. Почитала, послушала несколько пророчеств. Ну, люди верующие, люди боятся Бога вроде, но надо жить по слову и проповедовать по слову. Потому что Бог так не творит, как некоторые учат. Бог воссел и Он создал нас более зависимыми от обстоятельств и друг от друга, чем от Бога на самом деле. Потому что Он называет и Церковь своим телом Христовым и говорит, что веруй ты и спасёшься ты и весь дом твой. Получается, мы друг с другом связаны. Наши роды, роды наши, наши семьи, это Божья воля. Так Он сотворил. И учителей дал людям, и врачей дал людям, чтобы чтобы мы жили. Действительно, это правда. То, что качество страдает, это уже другой вопрос. Во многих вопросах качество страдает. Во многих произведениях рук человеческих. Одно дело, если от этого не зависит жизнь человеческая, еще можно простить, да? А если люди умирают из-за этого, это плохо. Но ложь это хуже. Я сегодня слушаю, вроде проповедник, вроде нормально слушал, но он настолько уверенно говорит, что люди умирают от вакцины. А где у тебя такая статистика? Цитируют, якобы хвалятся, что ни одной смерти не было. Но это неправда, якобы. Они не анализируют статистику. Но так тоже нельзя говорить. И беда в том, что он улучшит людей увольняться. Потому что якобы лучше не вакцинироваться, лучше увольняться. Человек уже жалуется, говорит, я уволилась. Сижу и уже жалею, что ты столько денег потеряла. Я как бы сатана ей. Шепчет, что ты вот столько денег потеряла. А вот что ушла с работы. Я так не учу. Я говорю о Слове Божьем и говорю о вечности на земле. А этот человек верит в то, что люди где-то там приобретают вечности. Непонятно где. То, конечно, так он будет учить, что якобы ну воняетесь. Но логики нету вообще никакой. Уколоться нельзя. Якобы это зло. А где написано, что это зло? Где написано, что вакцина это зло? Вот где у Библии, ну якобы они уже сравнят с тремя шестерками. Почему на три шестерки? У верующих три шестерки было всё. Я уже говорила в своем чип 666. Я уже говорила, что верующие только не характеризовали как чип. 666 число. У людей паника. Ну если тебе эта профессия недорого, можешь увольняться. А если тебе нравится эта работа, чего ты должна увольняться? Непонятно. Ну вот так мы и живем. Я наоборот помогаю людям, которые потеряли работу по обстоятельствам. А тут получается, и это будет продолжаться. Это будет продолжаться. Цивилизация развивается. Люди будут без работы. А тут увольняться из-за вакцины. Я не думаю, что Бог этого хочет. Абсолютно уверена, что... Ну вот моя тетя, да, мы собирались, поминали маму. Она говорит, после Аллы, говорит, умирает один мой одноклассник. Одноклассница потом умирает. Я побежала, сделала вакцину. Ничего у меня не поменялось. Как это случат? Якобы люди становятся якобы зомби. Какими-то становятся такими... Я не знаю, чего он говорит. Он просто высосаный из пальца. Я не знаю, как это сказать. Информация высосанная из пальцев. Просто что попало, человек говорит. Что это вакцины умирает. Что люди, которые укололи вакцину, превращаются в каких-то... Я не знаю, как он это характеризовал. Каких-то странных людей. Якобы личность менять. Не знаю. Я не вижу этого. Я с людьми общалась. Я не вижу этого. То есть это неправда. Бог создал нас такими вот, понимаете. Он нас бросает в эти обстоятельства, чтобы нас менять. Но не для того, чтобы кто-то отказался. Я не делаю вакцину. Я не делаю вакцину. Но я очень много молюсь. Я очень много жертвую для Бога. Я практически постоянно пребываю в слове. У меня даже нет времени заняться каким-то развлекательными. Хотя для души что-то надо, конечно. Коротко так, понимаете. У меня нет времени для того, чтобы выстоять в вере. Вот такая жесть. Поэтому я бы боялась, чтобы люди так проповедовали. И где он это взял? Почему так уверен в том, что он прав? Если ты учишь людей увольняться, то тебе нужно помогать этим людям. Если ты хочешь, чтобы они увольнялись, то тебе нужно иметь какую-то возможность им помогать. Давать деньги, чтобы они временно были защищены. У тебя есть такие возможности? И тут же ему говорят, что есть такое местописание по Марк. Я уже цитировала, говорила об этом. Если что смертоносное вам дадут, то не умрете. И он от этого слова отрекается и говорит, а вы искушаете Бога таким образом? Я не знаю. Я не думаю, что у Бога такой план сеять панику. Я хотела бы узнать, я его давно слушаю, что он лично получил от Бога такую информацию, что это грех. Моя сестра, верующая учительница, сделала укол. Ну да, конечно, обстоятельства так сложились, что у нее на слух дала и другие проблемы со здоровьем. Ну такова жесть. Да, тяжелое заболевание. Но это не значит, что нужно отказываться, что личность у нее меняется. Нет, это неправда. Конечно, человек меня удивляет. Ну и я хочу говорить о вечности на земле как свидетельство. Я процитирую притчу. Пожалуйста. Да. Когда Иисус отпустил народ, вошел в дом. И приступив к нему, ученики его сказали. Изъясни нам притчу о плевелах на поле. Ну, уже объясняют притчу о плевелах на поле просто. Он же сказал в ответ. «Сеющий доброе семя есть сын человеческий. В поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия. А плевелы – сыны лукавого». Понимаете? Вот да, действительно, Слово Божие взяли ноги в уста. И получается, есть сыны царствия и есть сыны лукавого. Если человек говорит Слово Божие, но он лукавит, он, понимаете, твердо говорит, что многие умирают. Якобы то, что говорят, якобы все нормально, мы вакцинирование проводим и нету смертей, якобы они обманывают. А у тебя откуда информация? Откуда у тебя информация? Он сеет панику среди людей. Это уже опасно. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века. А жнецы – суть ангела. Жатва есть кончина века. Посему, как собирает плевелы и огнём сжигает, так будет при кончине века сего. Пошлёт сын человеческий ангела своих. И соберут из царствия все соблазны и делающих беззаконие. Не делающих вакцину, понимаете? Не написано, что делающих вакцину будут убиты. А те, кто делают беззаконие, понимаете, есть большая разница. То, что предлагает людям медицина, во спасение нужно, чтобы жили люди, это не может быть злом. Я уже об этом говорила. Хотя я вакцину не делала, но я проявляю веру, понимаете? Я живу верой. Я вижу, как это… Вирус этот атакует. У меня иногда горло першит. Я там, допустим… Ну, я молюсь. Я просто молюсь, и Бог меня держит. Ну, я не знаю, почему я так веду себя. Ну, веду так, потому что многие верующие почему-то считают, что они… Но я поддерживаю это. Но я никого не учу не принимать это. Ну, никому не навязываю такую мысль и не манипулирую фактами. Это страшно – манипулировать фактами. Лукавство не должно быть. Мы все мудрые люди. Мы должны говорить фактами. И вернуть их в печь огненной. Там будет плач и скрежет зубов. Делающие. Беззаконие. Есть беззаконие. Какие беззаконие есть? Воровство. Убийство. Ложь тоже беззаконие. Аферы разные. Это все беззаконие. Понимаете? То, что сокращает человеку жизнь – это тоже беззаконие. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве отца. Кто имеет уши, слышит да слышит. У нас война. У нас война за души человеческие. Бог испытывает сердца. Понимаете? Бог учит прощать, миловать, терпеливыми быть. Это все испытание для нас. Понимаете? Потому что написано – ваши пути, не мои пути. Вот так Бог сказал. Ваши пути, не мои пути. Он что-то делает, чтобы мы жили. Я уже говорю о воскрешении мертвых. Да я вижу какие-то видения такие. У меня тоже… Кстати, он тоже говорил о откровении. Там тоже о воскрешении мертвых явно идет. Воины идут. Откуда они взялись? Вот воины идут, шагают. Кто эти воины? Якобы где-то на какой-то вечности там какой-то город показан был. Якобы воины идут в город. Так правильно? Так это воскрешение мертвых будет такое. Мы будем встречать своих родных. И они будут… Я уже говорила об этом, что будут люди очень… Славные люди воскрешать будут. Они будут Богом помазаны, как судьи, чтобы судить зло, чтобы воспитывать. Потому что они претерпели, они будут поднимать людей. Понимаете? Потому что нужны судьи на земле. Потому что не боятся Бога люди. Творят беззаконие в суе, в туне, в тайне. Будут судить, как пророки, будут судить тайные дела человека. Праведники придут на землю. Понимаете? Которые жили благочестиво. Даже жили в Советском Союзе. Может, не знали Бога, но жили благочестиво. Вот такие люди будут спасать человечество. Вот так Бог устроил всё. Понимаете? И это было видение показано. Понимаете? Они думают, что это где-то там, где-то там на небе. А зачем на небе? Если вы уже говорите на небе, что вы спасены, то зачем там воины? Какой-то город. Понимаете? То есть это здесь будет, на земле. От сторожевой башни якобы идут воины. И они, кстати, описано, что они травмированы. У них есть какие-то... То есть люди с войны придут. Воскреснут те, кто были убиты. Понимаете? У нас же Украина сколько потеряла? Они все вернутся. Я думаю, небесная сотня вот с Майдана тоже вернется. Вы понимаете, что Бог делает? Вот что Бог делает. Воскрешение. И эти люди будут служить. Я не думаю, что они будут заниматься прежними делами. Понимаете? Потому что они испытаны. Потому что они проверены уже. Они жертвовали собой. Не боялись. Но тоже по молитвам. Все равно по молитвам воскрешать будут. Как ходатайствуют за них. Как молятся. Вот мы заказали службу за мамочку. Я видела. Я видела душу в храме. Ну, в костеле. Да. В костеле молились. Вот конкретно служба была. И назвали только мою маму. Одну фамилию. Сегодня служение было. Так Бог ведет. Вот. Ну, значит, так надо. Да. Ну, ладно. Не буду лично. Еще подобно царство небесное сокровище, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил и от радости о нем идет и продает все, что имеет и покупает поле то. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно царство небесное невыду, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, которые, когда наполнится, вытащили на берег и семь хорошие собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изойдут ангелы и отделят злых из среды праведных и вернут их в печь огненой, там будет плача, скрежет зубов. И спросил их Иисус, поняли ли вы все это? Они говорят ему, да, Господи. Он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный царству небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы свои новое и старое. Да, не вливает новое вино в старые мехи. Поэтому вот эти воскресшие, они уже будут проповедовать новое слово, не то, которое говорят в храмах. Хотя у них тоже истина, конечно, они учат правде, праведности учат. Вот и воскрешение сегодня говорил Ксёнс, говорил воскрешение все-таки. Да, было слово, слава Богу. И когда окончил Иисус при Чисии, пошел оттуда и, придя в Отечество свое, учил их в синагоге их. Так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и сил. Еще я вижу учителей, понимаете. Вот рождаемость будет закончиться, но Бог приготовил для них служение. И я не думаю, что это будет финансироваться, как это привыкли. Я думаю, что это тоже будет, уже будет единый Бог и будет зарплата у людей, понимаете. Вот такое служение, будет собрание. Для Бога уже нету храм, это земля, понимаете. У Бога храм, это земля. Слово оно наполняет. Я уже говорю, каждый должен пребывать в слове. Учителя будут проповедовать и будут читать, понимаете. Это такое будет служение, потому что у Бога все имеют занятие. Я уже размышляла о том, как в Советском Союзе не было без денег, а в туне отцов. Этим и отличались. Да? Ну это плюс, я считаю, как папа мой говорил. Ему многие кланялись, когда он мастером спасал. Девчат ставил на хороший пути и ребят, которые немножко злоупотребляли, тоже, понимаешь, перевоспитанием занимался. Это, конечно, нелегкий труд, но ему были родители очень благодарны, понимаете. Действительно, за душу надо воевать. За душу надо воевать. Потому что, смотришь, как люди спеваются. Становится страшно, не зная, что им сказать. Вот. Потому что нету веры. Потому что многие погибают из-за трагедии. Вот у меня ученик погиб. Разбился на мотоцикле. Так его брат родной младший спевается. Смотришь на нее, думаю, ну почему так все трагично? А отец их Чернобыль спасал. Чернобыль. И бедненький был первый раз у него была трагедия. Ну, первый раз клиническая смерть была, второй раз у него уже крыша поехала. Понимаете, трагедий очень много. Им можно помочь. Как я сегодня с тетей разговаривала по телефону. Ну, наложила на себя руки женщина, повесилась. Получается, брата, жены, тетя родная. Наложила на себя руки. Ну, у нее проблемы были со здоровьем психическим. Собиралась ехать в больницу. Я говорю, тетя, ну, такие у нас, такая медицина у нас. Да, у нас медицина, конечно, вот такая. Если человек не хочет туда ехать лечиться, значит, что-то не там. Там, понимаете. Потому что все нужно быть с любовью. Понимаете. Медицина. Там только должны любящие люди работать. Все. Если вот это дело. Катастрофа. Катастрофа. Это страшно. Вот так, вот так жизнь устроена. Не можно служить Богу и мамоне. Это уже везде. Медицина, это тоже Бог. Понимаете. Это тоже Бог. Священник и медик и врач. Это на одном уровне. Правильно? Так это должно быть. Он же сказал им. Поэтому всякий книжник, научный Царству Небесному, подобен Хозяину, который выносит из сокровищницы свои новые и старые. И когда окончил Иисус при чеси, пошел оттуда. И придя в Отечество свое, учил их в синагоге их. Так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Его ли мать называется Мария? И братья его Иаков, Иосии, Симон и Иуда? И сестры, мы не все ли между нами? Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им. Не бывает, порог, без чести, разве такого в Отечестве своем и в доме своем? И не совершил там многих чудес, по неверию их. Да, но Бог дает людей. Он приготовил, написано, 7000 человек. Он сохранил тех, кто не поклоняется Валу. Я верю, что такие люди есть у него. Это важно. И еще, кроме этого, у него есть 12 апостолов, которые видно. Проповедует слово, которое твердо стоит в вере. Вот. Но если человек лжет, он на опасном пути. Бог такое не приветствует. Нужно говорить факты. И людям нужно укреплять веру. Понимаете? Укреплять, а не разрушать. Так что я вас благословляю именем Господа нашего Иисуса Христа. Верьте, что время близко. Будьте благословены. Спасибо. Спасибо.